Теперь посетителям на авто больше не придется курсировать по двору в поисках парковки. Длинную удобную стоянку организовали прямо перед входом в медучреждение. Проезд очень узкий, постройка была давно. Естественно, поставить даже коляски было весьма проблематично. Фактически местные жители ставили свои машины, плюс родители приезжали с детьми, и все, тут затор. И мы с большим радостью восприняли то, что нам наконец построили такую стоянку, где родители могут спокойно подъезжать и ставить свои машины. А родители без машин, с колясками, могут проезжать и подходить к ступенькам, а не преодолевать преграды. Комфортнее передвигаться стало и жителям улицы Спортивная в микрорайоне Алексеевский. Там построили новый тротуар общей площадью 400 квадратных метров. На его строительство ушло почти 30 кубометров бетона и две недели работы. Общая длина тротуара составляет более 260 метров. По словам местных жителей, пешеходной дорожки здесь очень не хватало. Очень прекрасно, сейчас очень хорошо ходить, особенно пожилым людям. То было, спотыкаешься, ходишь, падаешь, здесь грязь постоянная была. Благодарна мэру города, благодарна всем, кто это делал, ребятам, которые делали. Все прекрасно, все хорошо. Особенно хорошо, наверное, для мамочек, которые здесь ездят с колясочками. Вот, потому что район детской поликлиники. Здесь было ужасно отвратительно. После дождя много грязи. Теперь у нас, слава богу, есть хороший тротуар. Сейчас коммунальные службы города наносят последние штрихи в подготовке Анапы к Новому году. А с 31 декабря специалисты переходят в режим круглосуточного несения дежурства. На время дежурства у нас определено уже объем работы. Это будем выезжать, осматривать елочные украшения, осматривать провалы, которые образуются. Если автомобильная авария или еще что-то, что-то снесут, значит, эти работы будут производиться незамедлительно. Всего на обеспечение коммунальной безопасности города будет дежурить пять оперативных бригад. Продолжение следует...